очередная гениальная мысль дурацкая хотел сказать ну ладно как бы современном мире меняются во многом роли на ролевая нагрузка полов причем отчасти да это происходит безусловно с помощью пропаганды и либералов и прочее и прочее но есть один нюансовременный уклад жизни современная это вот равенство но способствует тому чтобы женщина становилась мужчиной выполняла мужские какие-то мужские занятия делал то же самое это тут же облегает мужчину заниматься с ним быть заинтересованным каких-то женских интересах допустим потребить потребление мода требует например чтобы мужчина все больше и больше углублялся в это даже просто покупка автомобиля это скорее вот это вот с ним стремление к шоппингу я куплю там для своей машинки со все самое лучшее я там один рубашку тогда наверное сегодня довольно стремительно поменялось за последние там сколько лет у нас со второй волны феминизма скорее всего мы сегодня пытаемся впихнуть не впихуемое потому что мы меняем роли полов не меняя полы пола точно правильно сказать не знаю мы меняем мы не меняем не биологическую не психологическую нагрузку мы меняем только их вот скажем так обязанности и то что им необходимо делать современном мире в том мире который мы имеем на сегодня женщины все чаще ну как бы в женщины по умолчанию просто то есть должны обязаны работать они не должны там заниматься рождением где-то где-то рождением 7 дома выкармливанием хозяйством что у них к чему они более склонны они более физически слабы соответственно и так далее и в то же время мужчины все чаще начинают заниматься сидят в студии разговаривают ведут передачи работают менеджерами вместо того чтобы с того чтобы физически работает занимаются физическими нагрузками потому что работа у них такая и таких мужчин через случайно много стало я думаю что все уже заметили что чем здоровее мужик тем проще у него работа и чуть ли не до обратного женщины спад шпала укладчица уже наверное причем и языц понятно что это не ну мне незакономерность скажем так но вот это стремление просто почему я об этом задумался принципе коммунизм потребует от нас от всех равенства то есть получается что мы лишаем женщину женственности я без и обязуем мужчину быть женственным еще там происходит феминизация потому что женщина будет чисто биологически вообще никогда не изменится вообще никогда не изменится мужчину ну как видим можно сделать из него гея вполне себе в промышленных масштабах что-то как-то это никак не мешает женщина лесбиянка даже все настаётся женственно все равно у нее есть свои приколы да возможно как бы я мало знаю лесбиянок знаю их если мужчина становится женственным женщинам мужественно и вот это вот не мужицкой такой она практически не становится это крайне редко крайне редко когда это баба мужик и не по не по внешним проявлением ни в коем случае нет по внутренним людям ощущениям внутренним мир и прочим он редко это происходит сменились роли роли точнее как не сменяются а взаимно проникают роли пола в чем получается что мужчина как психологически менее устойчивый все-таки а мужчина психологически менее устойчивый хотите чего хотите то и говорить на мужчину ложится намного больше ответственности но намного больше физических и психологических нагрузок он как 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 говорится да ты же мужик ты работай ты должен обеспечивать когда мы применяем ту же психологию к женщине женщина начинает от нее увиливать и у нее есть для этого инструменты это логично это правильно абсолютно верно с одной точки зрения когда мы начинаем то же самое делать мужчиной что вы хотите чтобы мужчины все более и более становились геями просто потому что да все равно нету геи никаких инструментов ну 99 процентов геев этот должен молодой здоровый сильный если ты не богатый гей то все тебе ничего не светит женщина хоть ей там 50 60 лет она у нее есть инструмент для того чтобы уйти от ответственность для того чтобы сложить себя обязанности и прочее прочее при этом заменить мужские обязанности женскими обязанностями с удовольствием да многие женщины предпочитают там не знаю не домохозяйствами не скажу домохозяйству например ухаживать за собой это просто классно они там прям в этом прямо растворяются просто будь красивой и все то же самое для мужчины просто быть красивой ну применимо для двух трех процентов мужчин на планете максимум просто быть красивым надолго ли тебе этого хватит но все равно какой-то какой-то момент наступит предел то есть меняются ген ну вот именно гендерные роли именно вот происходит какая-то уровни ловка и сравнивание еще благодаря этому я не понимаю как вы собираетесь строить коммунизм когда вы практически из мужчин делаете женщина из женщин ладно вы очень пытаетесь но не можете сделать мужчин и как бы понятно что из 8 миллиардов круто можно найти там знают все равно большую часть мужиков которые будут делать делал отлично прекрасно волшебно великолепно но это же бред поменьше современная жизнь она фемини склон склоне склона к феминизации и самое главное инфантилизации инфантилизация это прям прям все соответственно и женщины безвестные девушки часто вижу там факи показывают в камеру да там факи показывают камеру нахуй посылают вообще ведут себя грубо чувствуют свою безнаказанность все больше и больше то же самое происходит с мужчинами то есть всем все больше кажется что они безнаказанно могут скажем так соответственно вести себя все время и за это им ничего не будет причем когда им даже дашь по морде они не понимают почему как так как это ты посмел вообще дать мне по морде я должен быть безнаказанным и вот 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 это инфантилизация феминизация в широк более широком формате потому что происходит уровне лавка который мужчина то ну как бы идет к середине до к этой феминистическая женщина крайне далеко от нее до на нее ложится ответственность не ложится там обязанности прочее 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 но кроме этого у нее остается еще вон там тонна тонна всего 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 и да женщина психологически намного более устойчив потому что самоубийство основном совершают мужчины почему потому что на мужчину просто обязанности возлагают на порядок больше и тут парадокс как бы складывается что ты пытаешься вот эти еще обязанности переложить сейчас на женщину фактически ну то есть мир современный он диктует такие необходимости это не были это не просто либеральная там позиции лишь там захотел так в том числе и мир сам диктует такие необходимости потому что если женщина должна быть равноценным полноценным он ценно частью общества она должна быть и потребителем и домохозяйкой и работникам и из налогоплательщикам и матери и отцом и всем 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 на свете вот все вся развитая цивилизация движется туда мы сделаем кучу машин мы отдадим все на вот государству правительству полиции армии они пускай нас защищают а мы тут будем просто наслаждаться жизнью выполняя свои обязанности это как мы будем выполнять свои обязанности ведь теперь все безнаказанным можно без ответственности и вести поэтому мы еще будем ругаться на них не выполняя свои обязанности в том числе ну да будем на работу ходить но работа что было главное не тяжелая главное ничего тяжелее ложки на работе не поднимает это тоже важно и к этому все дальше 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 идет поэтому ну вот общая инфантилизация да она она просто ну мне кажется мне кажется это все мне кажется она все-таки характеризуется характерно для технологического прогресса инфантилизации потому что ты свои и обязанности и ответственности и главное физическую нагрузку ты перекладываешься сначала на технологии 1 очень сначала на государство мы переложили еще каких веках сначала на государство то есть нас заставили практически это сделать а потом мы переложили все на технологии больше нам ничего не надо там камера что-нибудь фото это видеорегистратор запишет кто нибудь где-нибудь что-нибудь на видео снял и так далее а как авось я и так сойдет эпоху вот как бы инфантилизация она вообще в принципе нормальный процесс для современного технологического технократического общества и технологического в том числе и вот то есть сообразно чему вы собираетесь инфантилизированными людьми которые еще кроме того проигрывают постоянно психологическую гонку самим себе в соперничестве с другими людьми которых просто очень очень много и поэтому на одно место претендует ни один не два человека десяток возможно и вот как вы с такими людьми собираетесь строить какое-нибудь прогрессивное общество будущего современное прогрессивное общество западное она под не понятно почему построена потому что до стекаются все абсолютно ресурсы обратно они отдают бумагу и обязательства когда-нибудь бумагу отдать да без проблем то есть бумаги можно напечатать сколько угодно деревьев вон на планете сколько поэтому с кем вы собираетесь строить новое прогрессивное общество построено на новых принципах да еще и при этом заявляя вдруг внезапно что порой я слышу что вам нужно больше людей нет ребята вам не нужно не больше людей не меньше людей вам ничего не нужно самом деле это все пустопорожнее разговор мало того людей которые сегодня готовы на какие-то поступки и действия ровно 0 те же самые пропагандисты включая жукова семина ну кого я вижу как бы кто там еще и да даже двуреченский наверное насколько бы он там суров не был на словах а чё с вас толку на реальные то поступки никто из мне никто из них не способен это идеологи это пропагандисты это просветители пускай даже чудесно волшебно но во первых вы машине пропагандисты всегда будете проигрывать во вторых идет инфантилизация происходит феминизация и как бы чо и куда мы стремимся коммунизм у и у у Продолжение следует...